Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте, всем! Я очень рад, чтобы открыть этот Castlevania блок Ромскаут пришёл Я буду играть первый DS Первый DS Castlevania И у меня два замечательных комментариев Брук и Ромскаут Привет Привет, я Брук Да, раньше он был вообще супер активным популярным раннером Да, и Ромскаут Диагон пытается нарисовать смайлик на точковине Он какой-то такой Мех Ну ничего Надо синхронизироваться Наверно Сколько у тебя? Седьмая Так Скажи когда будет Не знаю сколько Мне 15 Ну ладно, почти синхронизировались На будущем Надо немного Ну вообще нам надо с чата С чатом синхронизироваться А, на чата скажите там 10 Скажите когда будет там 27 В общем было обучение Объяснили что есть души Три вида Есть обычные projectile Обилки какие-то Пассивки Просто пробегает Использует Movement Механику Вот тогда Сильно-сильно Ушли вперед Напишите какая будет Не знаю 50 Так Все Играем Просто проходим Используется основная Movement механика Бэкдэша При этом После него делается прыжок Чтоб сохранить его инерцию И дальше Пролететь Довольно Трудный Момет Механика Но И при этом Позволяет не так много Время не засеять Если бы просто Придлигались Обычным шагом Первый босс Флайн кармо Его Нельзя скипнуть И Хотя это категория у боссов Некоторые боссы будут Скипаться Но потом Не вернуться Потому что с этого босса Падает Важная Спасабность Из которой Большинство Места в игре Не пробраться Вбивает В этой игре есть также Каждого босса В этой игре Надо убивать Перед убийством Надо Такую Различную фигуру нарисовать Печать Если уже фейлиет Босс Значит Три нарисуется Да, кстати Так как это И Он может фейлить Это дело Потому что она Немножко любая Надо фейлить Босс чуть-чуть Отхивиться И Сейчас Он идет В магазин Закупаться Как я говорил У него есть особое кольцо Которому продаются Большие деньги И Закупает Топор Полшины На хп И ману И Идет Делать Первый Плич Под названием Зип Для него Необходим Топор Чтобы его сделать Надо Продолжать Тренировку Печати Нарисовывания Во время Того Как ваш персонаж Уходит за экран И Это позволяет Это можно сделать Только с тремя Типами оружия Которое Именно Вводит вас за экран Топор Даггер И еще Какое-то Одно оружие Точно Необходим Топор Он не сложный Для него Есть особый Сетап А сейчас Он идет За вторым оружием Зипов Если Топор Позволял Перемещаться Вертикально То Даггер Нам позволят Вертикально Тут небольшой Такой пазм Просто перемещаем С помощью техскрина Быстро Это Топор Заберем Да Патер на собой Заготовленные Напки Ну Надо В Сукубу Пошли Кстати Сукубу нам потом Пригодятся В этом ране Или нет Пригодятся В армии тилует Здесь Да Ну чуть дальше Ему надо Пробраться сначала В ту часть локации Которая разуально Для него заблокирована И делать Чейни Три зипа Как можете заметить На втором экране Видно Как он перемещается По карте И он буквально Просто Телепортируется Самый верх Этой комнаты Большой Вообще Сюда можно попасть Перемь на второй половине Игры Но Даггон просто Сразу Телепортировался И идет Следующая локация Чтобы Получить Душу Сукубу Которая Придется Для следующего Крючка Роб Примерно От 7 до 15 Процентов Но вообще В этой игре Очень-очень Солона Эта механика С первого Цикку не получилось Выбить душу Ничего Может повезет В следующий раз Не повезет А может и не повезет Надо было на это Как раз ставки Запорить Да? Это было бы слишком быстро С другой стороны Диагон тут качается Потому что Прокачка увеличивается Мана А мана здесь Очень важна в ране Я помню На каком-то ране И падает душа С второго дохода Это хорошо Могло даже Несколько Душбольд Сейчас Диагон берет Даггер Делает им зип Так же Он перемещает за экран Жмёт тренировка печать Его телепортирует В конец комнаты И Я не увидел Он экипировал Или нет Ну короче Душба Сукуба Позволяет сделать Сукубу с глич Он заключается в том Что Во время Ее использования Ваш персонаж Становится Может сказать Бессмертен На какое-то время Может из противников Высасывать хп Но Частновная Его фишка Глич Который Позволяет Так Как бы сказать Этот даггер Позволяет на какое-то время Переместиться Можно сказать За спину противника Изначально Но Переместившись за какую-либо стену Он может сделать так Чтобы Его не вернуло Для этого Используется Душа Сукубы А Чтобы это произошло Необходимо В момент Прекращения Ее действия Затаймить И То есть Когда Заканчивается Момент действия Души Вашего персонажа Респавнят На этом же месте На котором он стоял И Таким образом Персонаж не будет возвращаться После использования даггера Атака нас Туда-сюда Дергает И мы должны Там застрять На середине Атаки Чтобы Кликнуться Нужно Сохранить свою позицию Слышим Диагон Сейчас Что-то объясняет Здесь Здесь Прибираем Душу Ну не то, что Душу Короче новая Душа Зволяет нам менять пресеты оружия, и пресеты оружия душ, и еще дает нам дабл джон. Диагон цепляется за судра. Как можете видеть, тут все-таки, как в других целеваниях, если дамажить есть оптидвокс врага, то вас откидывают. В принципе, это можно использовать как в свою пользу, так и душиться на этом моменте. В начале дэмэдж бусты использовались, как бы клана нет никаких вещей для мовмента. В первом случае это не так много следов. Он сейчас прыгнул на врага и спрыгнул с него. Но сейчас он зацепился и замедлился. Использует даггер, чтобы управлять кнопку, которая находится за стеной. Здесь даже никаких гличей не нужно. Использует дип, чтобы телепортироваться в самый верх этой башни. Идет в Севрум. Сейчас он будет сохранять игру. И пойдет в режим босс раша, чтобы получить одно из самых мощных оружий в этой игре. Ну, для рана оно слишком полезно. Сейчас попробуйте угадать, какое самое мощное оружие здесь. Вообще, босс раш доступен только если у вас есть сейв с пройденной игрой. Поэтому его тоже надо иметь заранее. И Диаклон вместо того, чтобы убивать всех боссов, будет просто зипаться через все их комнаты. Некоторых он, конечно, будет убивать, чтобы сэкономить ману. Так как в босс раше есть только один паушен на регион маны. Как так? Все боссы, и он скипает всех боссов. Но это на самом деле только грим. Гримт оружие. Мы тут его получим. Основная цель получить пушку, а боссов мы будем убивать в основной игре. Что? Как это произошло? О, что это было? Я думаю, что это было, потому что ты ударил прямо до того, как он был убран. Что-то пошло не так. Ну, что-то не так пошло. Скорее всего, куклы какие-то неудачные появлялись. О, и сейчас начался самый РНГ босс, рыба. Просто молиться надо. Но в обычном ране пришлось бы нереально молиться. Либо это основной ресетпоинт был раньше. А Диагон сейчас будет убивать в эту рыбу, чтобы точно успеть пройти босс раше. Потому что если вы запределено время за 3 минуты, насколько помню, не пройдете, то вам не дадут это оружие. Вообще, в оригинале надо ждать, пока эта рыба даст вам вот эту ледяную платформу, при этом, чтобы она была в правой части, чтобы вы могли зипнуться и выйти с войной. Но это очень рандомная вещь. Копоге, Диагон решает просто убивать босса, как обычно, чтобы консистентно успеть босс раш пройти. Да, конечно. Да, они ожидают, чтобы сделать этот ледяный гейм, после того, чтобы вы уже исследовали большинство этого. Или, в самом деле, я думаю, что вы технически не умеете даже улучшить босс раше, пока вы улучшили босс раше. Да, вы нужны как-то очевидный файл. Представитель нашего русскоязычного коммунити. И для главного дали платформу, практически он босс убил. Прям совсем онлокен. Но это не решает, он все равно успеет до трех минут. Да, в общем-то, он не стал добивать босса, ему дали шанс клипнуться сквозь эту стену, сквозь эту арену с боссом. Босс, Зефир, который, сколько я знаю, отсылка на жиро. Да, это быстрее, чтобы убить эту арену, да? Да, это быстрее, чтобы убить эту арену, да? Да, это быстрее, чем убить смерть или... Я не грустно с начальным оружием. Ну, даггер, конечно, не начальное оружие, но... Просто затыкивает кинжалом. По-моему... Я даже не знаю. Ну ладно, что там произошел в тот раз, где он наругался. Наругался, а говорил, вот такого никогда не было. Ну, хорошо. Впрессе у него как-то куку спаунились необычно. Он тоже в рейнге момента, не в четырех местах спаунился. Видите, уже практически все боссы в игре, но далеко не всех. И, да, Диагон успел... А, ладно, до четырех минут надо успеть. А с каком не говорил, вообще с А3 можно бегать консистентно. А, в два случая, Диагон получил одно из самых полезных оружий, РПГ. Как бы это странно не звучало. Да, ручный противотанковый крантомет. И это действительно хорошее оружие. Если вы хотите убить вампира, то используйте крантомет. Мы рекомендуем. Ну, и мы уже видели много босса, а теперь мы возвращаемся, чтобы убить его в компании игры. Я думаю, что они умерли. Я не уверен, почему я не сталкивался с этой страницей. Страницей, когда он прыгал на него, после того, что Диагон, по сути, не качается. А тот же Гиргот его с двух ударов может спокойно убить. Но Диагону повезло. Он, кстати, использовал фишку, которую он узнал из ранок режима Джулиус. Что можно просто боссу за спину прыгать. Короче, манип босса происходит. Теперь Диагон Диагон активирует кат-сцену, которая в комнате, в которой проход практически в одной из самых палец средних локаций. И он просто зипается у нее. Очень неизвестно, как зипы работают, но они работают. По какой логике, точнее, неизвестно, но они работают. В честь спрашивают, как проходится босса-раж без использования клипов. Ну, в данном случае, как бы, босса-раж, он открывается, когда уже игра пройдена, когда персонаж прокачан. И можно просто его забить, он нормально, у нас есть достаточно урона, если хорошо проходить игру. И Диагон уже в предпоследнюю локацию, в шахтах бегает. Скоро он пойдет прям в самую последнюю локацию, но это далеко не конец рана. Но вообще, он прошел самый душный РНГ-момент, то, что это выбиться кубу и пройти босса-раж с РПГ. По сути, мы остаемся теперь прибежать к боссу. Да, главное, что от рыбы убежал. Но еще одну правду душу важно остается выбить, и буквально все остается, пробежка потом по всей мапе. Да, босс нет. Неожиданно. А, нет, он убивает его, не скипает. Немного путаю вещь. Да, убиваем смерть. Главное, чтобы не наоборот. Он, кстати, легкий босс, по сравнению с другими косвованиями. Да, в других косвованиях смерть один из самых таких. Ну, вообще, это довольно знаковый босс. Я думаю, что Диагон может умереть на нем. Да, я не знаю. Да, даже если вы можете босс-дэш сгруппироваться, то есть все эти вещи. Да, косвования с гранд-тернатом. Во всех косвованиях есть такие вещи. Вау, ты же видишь это? Что-то... Ооо, я гоню не повезу вам. Босс просто влетел в него. И снялась полхп. Он всегда шелкнулся. Это все. Да. Мы всегда шелкнулись. Ээээ, лев-дром скал смеется. И он просто показал это там. Он не сделал никакого атака. Он просто шелкнулся и шелкнул прямо в Диагон. Это инсейн. Да, довольно невероятный паттерн. Да, довольно неприятно в играх такого жанра, а босс даже как-то не атакует в тебя, а просто идет в тебя, за счет этого наносит рон. В магу... ...бучит. Ооо, твой паттерн, конечно, хороший с черепами. Здесь несколько паттернов есть, это самый последний, самый тяжелый достаточно. И даже Диагон может его зафейдить спокойно. Это палец соскочит и все. Потому что там тайминг надо еще успеть. И Диагон заходит до самой последней локации, Эйбис. Бездна. Брони это далеко не самая последняя локация у нас будет. Еще по всей карте пробежимся. Используют зипы, ну не зипы, просто используют суккубу с грейд, чтобы со всеми небольшие места сократить. Да. Также видно, что оно будет до смерти во время использования души суккуба. Вы можете просто идти в любое место, где хотите, и не отбегать. Также стоит отметить, что оно работает только, когда вы на земле. Ну, РПГ, оно мощное. Просто Диагон еще сам все не прокачан. Он, можно сказать, уже в последних локациях, а не уровень. Совсем маленький. Он, кстати, здесь пускает, что взять обилку, которая позволяет летать в потолок. Очень полезная вещь. Особенно на последнем боссе. Диагон. Такая неприятная локация с песком. Эти места, кстати, пробегаются. Буквально каждый рума есть свой сетап, как пробегают, какой таймер. Мы называем их хоризональными и вертикальными зипами. Но я думаю, это очень страшно. Эти айс-дилы могут иногда застопить. Но Диагон поезло. Они действительно берут в любую сторону, в которой вы идете. Локации здесь не такие трудные. Это, кстати, лучший способ движения. Да, Диагон говорит, что это самый лучший способ движения. После того, как вы делаете бэкдэш. И при этом еще в воздухе успеваете поражать второй прыжок. И сделав после него дайвкик. Это прям совсем альтимативный способ передвижения. Хоть и очень сложно. А немного не повезло на этих гигантских доспехах их. Они, во-первых, слишком бронированные. Убивать очень долго. Можно пробежать просто кубы, но пока пробегают, может успеть закончиться эффект и получить рулон лишний. А, Диагон почти дошел до босса. Следующего Абаддона. И он сразу попадет сеймиться. Дело, кстати, двойной зип. И он сразу пошел босса бить без сейва даже. Опасно. Потому что босс иногда может давать неприятные паттерны. А вот эти мухи, которые он пускает, больно бьют. Он может дать очень неприятный паттерн, если он не будет в нужной части экрана, его загубит. А вот это так самое неприятное, чтобы все задолжить. И он быстро убил, кстати. Этот паттерн был ужасен. Правда, было бы совсем плохо, если он не крошил нормальный паттерн. И Диагон уже убивает, по сути, предпоследнего босса игры. Он, кстати, получил душ с Абаддона. Позволяет тоже пускать мух. Они немного дамажны. Я, правда, не уверен, что он использовать будет. Но, скорее всего, будет. А здесь у нас вот этого муха коду всегда убивают. Потому что... О, он с первого раза выбил душу пантеры. Это самый важный, наверное, мумент душа в этом ране. Она ему настолько быстро позволяет перемещаться. И, собственно говоря, только за эту душу и Диагон шел в эту локацию. И, конечно, взять здесь варп, чтобы сразу финально у боссов потом телепортироваться. Но, в любом случае, эта душа очень важна. Ну, на самом деле, она не такая уж и редкая. По-моему, был какой-то ран, который как раз Ромскаут комментировал с Диагоном. И он говорил, что... И там тоже эта душа выпала. И Ромскаут такой, о-о-о, это не произошло раньше. И это второй раз, когда она с первого раза падает. Но она, на самом деле, часто падает. Она не такая уж и редкая. Ну, не такая уж и редкая. Но, да, хорошо очень. И все. Диагон дошел до Финана в босс, но он пошел в варп-руму, чтобы... Чтобы пойти и проходить других боссов. Так как у нас категория все боссов. Спасибо, Фроозер. Взял еще одну, кстати, паттерн печати, чтобы он мог заходить в боссы рума. Правда, не Виан Адель бывает ему. Потому что он может все эти комнаты, которые не пустят, так как нет какой-либо печати, он может в них просто зикнуться. Да, там какой-то... Там кто-то в Дискорде, по-моему, коству или где-то еще, говорил, что вот у Диагона там ром подкрученный, короче. Да, он недавно сделал очень хороший ран. В категории все душ. Лучшая категория, я считаю, в этой игре. Ему прям слишком повезло, он поставил варп, но там вроде до сих пор не приняли. И при этом его вроде объединяет человек, который... Ну, который сам вроде подкручивал. Но я могу путать, там была какая-то такая история. Дурачки. Унижают на Диагона. Но смог. И тщательный основатель смог. Смог. Время Диагон убил второго босса из игры. Последовательно. И пучу обилку ломать вот такие стеклушки. Ледышки. Ледяные блоки. Ну, сколько полнят им понадобится. Так как у него есть и пыль. Важно сказать, что Диагон бегает игру по устаревшему рауту. Самый актуальный раут. Раут, по которому пробежал Юпитер Клайм. Нынешний вверхолдер от категории. Они проходят босс раш в тем самым сейве. Около двух с половиной минут. Прям в лучшем случае. И не берет душу суккубы. По сути, они не берутся. Сейвится время на это. Но при этом берется тот же даггер для дипов. В итоге это сейвит около 3-4 минут. И... Вы можете спросить, как это убивать боссов, если нет РПГ. В Эбисе есть моб, с которого дропается душа Малакоды. Эта душа позволяет бить хвостом. Она наносит урон примерно так же, как РПГ. Но тратит при этом полоску маны. Из-за чего ран чуть-чуть сложнее будет. Потому что надо правильно менеджментить ману. И не тратить ее. Более технично нельзя. Менее пипежный и более техничный. Ну... Он менее РНГшный. Его сложнее сделать. Но он просто лучше, да. Ну, выучит диагон раны. Как раз на следующий ГДК с новыми стратами поедешь. Он из принципа не ранит таким раутом. Потому что он просто сложнее намного. А с РПГ более чуловый ран? Ну... Это игра на Nintendo DS. Марафонная категория... Вернее, не марафонная страта. Марафонские, более стабильные. Вообще, я хотел ранить эту игру. Я выучил ран с РПГ раутом. Но через какое-то время пришел Юпитер Клаймп. Я просто сломал игру. Это вообще желание не пропало ранить эту игру. За слишком... Слишком большой сложности. Мало того, что босс финальный и слишком сложный, так и еще... Просто сложнее играть стало. В DS-мане кайфовые штуки. Я тоже бы одну хотел поранить, но у меня нет DS. Как раз... Как раз... Была какая-то игра, где можно Dragon Punch. Короче, сжать как файк. Про Экклесию, Альбус. Категория. Да, да. У Ордеров Экклесия. И там есть персонаж такой, Альбус. И на эмуляторе ее не поранить, потому что там... Основной мувмент, он, короче, зависит от того... Как ты фигачи пытаешься сжать штрину. Но... Ее надо бы именно... Персонаж может буквально телепортироваться в точку карты, которую ты тыкнешь. И из-за этого неудобно было бы постоянно мышь доводить и нажимать в указы места. А на консоли ты просто палец другой поставляешь и тыкаешь куда надо. Карту захвата для вот этих DS, 3DS, они очень дорогие штуки. Очень редкие. Там, какие-то китайцы делали, и типа... Производство Nintendo, по-моему, все свернуло. Что-то не совсем легальное дело. Поэтому это такой предмет роскоши у скедрайверов. Эмм... Мы в этой области... Все-таки... Такие раны, они требуют... Больших вливаний финансовых. Это аргумент. Это Демон Гестхаус, и есть 2 босса в этой области. Эмм... Я знаю имя босса... По всей карте. Максимально быстро использую душу Пантеры. От босса к боссу. Он даже не входит в двери, как нормальный человек. Просто изъяпается к боссу. Я не знаю... Для времени... Я даю тебе б. По-моему, сейчас Румскаут как раз сравнил этот мумент с ордерами Флезия. Ну да, что-то близко. Настолько же быстро. Да, вот там именно так же раны происходят, по сути. Боссы не ехают в пару секунд. Мне просто... Нравится в файтингах нажимать в драгон панче. Как макака. Поэтому... Это круто. Тот ран меня очень заинтересовал. Ран... В общем, вроде даже был на каком-то марафоне. Вроде на ГТК. В Диагону, опять же. Тот же место, в котором, чтобы убрать эти стены, надо душу, соответственно, у врага использовать. Ну, Диагон. Дипач или всё это. Таким, мне даже не придётся армить эти души. И босс... Босс... А как он называется? Зеркало вроде? Босс, который любит перемещаться по зеркалам, пускать свои лазеры. Тоже достаточно неприятный, сложный. У меня есть другой рнг-heavy босс. Он делает между 1 и 3 дайвов каждый цикл. Босс параномийно становится. Потому что, если вы экзекуете хорошо и получаете 3 дайвов, то вы можете получить 1 цикл. Босс... 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 Босс даже вообще ничего не сможет делать. Я никогда не видел этого парня не в глаза. Это... 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 Диагон говорит, что... То, что... У него что-то логануло, или... Что-то мерзкое произошло. Возможно. Потому что... Консоль не идеально тянет. Потому что я не могу иметь против этого. Главное, чтобы у него... USB-шник не отваливался. Как это бывает. Он же... Он же подключает, короче, консоль... Через USB-шник... В карте захвата, и... У него эти USB-шники постоянно ломаются. Он новый покупает. Но это не такая большая трата, конечно. Делать, кстати, очередной зип, который... Не горизонтально, как телепортирует, а прям сразу... Самый конец локации перед боссом. На место, кстати, где обычно... Во всех посыланиях был Бракула. А тут нас ждет... Дарила. Про... Какой-нибудь симфонии ночи не надо убивать босса. Надо убить сущность, которая им овладела. Потому что если вы просто убьете босса, у вас будет... Поскольку помню... Бэд эндинг. Потому что в игре есть три концовки. Бэд эндинг, ворст эндинг и просто эндинг обычный. Да. Обычная концовка, плохая и худшая. Да. Вообще, чтобы... Не получить этот бэд эндинг, надо получить как раз душу с... Опять забыл этот босс. С паранойей, которая позволяет нам заходить в зеркала. И, так сказать, в другое измерение перейти. Нет. О, боже мой. Это было так красиво. Ахахахаха. Ахахаха. 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 Я точно не помню. Бэд эндинг, по идее, должен был быть тут. А ворст эндинг, это концовка, в которой... Диагон пришел бы в центр карты. И... Он бы не имел специальный айтем, который не позволит им, типа... Ну, по сюжету в прошлой части, в Соми находится... Можно сказать, Душа Дракулы. Она им в конце первой части обладела, но он что-то так пересилил, передумал и стал нормальным. А так в нем до сих пор Душа Дракулы. И вот эта женщина хочет в нем пробудить Дракулу. Вот если ты просто без нужных айтемов убиваешь. Ну, там тоже у Рихтера есть какая-то сущность, которую надо победить. У нас есть несколько вариаций от плохих айтемов. Так... У нас есть только один хороший айтем, в этом игре. Я знаю, как раз Ромскалт об этом говорит, играет, но... Короче, смотрит русский рестрим и переводит. Ну... Триджированный, оттягивая мэп-тайлы. Так, кстати... Брук, я голоса как-то не различаю. Говорит то, что в игре есть Memory Corrupt, который при выходе в Out-of-bounds позволяет тебе задеть какие-то части памяти. Игры Memory. И таким образом можно как-то затриггерить концовку игры. На Speedrun.com есть такой ран. Всего лишь один. От японцев он вроде 3-4 минуты длится. Ну, так сказать, со своим местоположением игровым. Немного перегрузить память. Чтоб она подумала, что мы в конце. Да. Насколько я знаю, никто не сможет объяснить, почему это происходит. Вот этого... То есть Зефира разваливаем. Который отсылк Джо. Он... Тинжалы метает, что ли, да? Да, он... Насколько на D.I. у него такая поза, как D.I. устанавливает. У... Диагон более чем хорошо бежит. У него каких-то супер файлов не было. Она жесть, в частности команда VRO. Ну, я говорю, Диагон по старому рауту бежит. И он просто будет на 3-4 минуты медленнее. В эрре, допустим. Толожим. Убивает босса по имени Дмитрий. Которого сложно назвать боссом. Потому что у него даже собственного хитбокса нет. и он просто копирует душу которую вы используете projectile душу а сейчас идет убивать нормального босса мальфиса довольно знакомый противник по предыдущим частям и ничего с ним сложного нет вообще как и кажется дмитрий это самый большой здесь противник который в конце станет большом чудовищем и финальным боссом противном итоге он всех обманет разбили мальфас вообще не ощутили босс который примерно в первые 3 игры проходятся поэтому все настолько просто либо к рыбе либо к боссу нет он убил летучим уж так скорее всего к рыбе что я не помню уже какие конкретные вещи со суть в том что просто бегаешь убиваешь босса промскаут сказал что он не помнит как зовут рыбу босса потому что он отказывается и уважать из-за того что она загубила столько ранов людям держу его в этом вообще абсолютно босс называть сарахаб о он кстати получил глич анимацию с рпг я не знал что ты можешь сделать это на основе я делал это не случайно да ты должен как-то шутить и упасть в воду в определенный фрейм анимацию я не уверен да короче в нужный кадр выстрелить и упасть в воду по-моему какой-то фрейм во время падения на каком-то марафоне тоже это получалось это не то что сложно лечь и он вообще ничего не дает да он даже теряет время с этим душ который позволяет под водой перемещаться что стандарту персонаж не может тонуть в ней но зип сразу чтобы комнату всему побегать да у нас остался финальный босс между прочим менос он сказал про этот зип сказал что он его нашел или про этот глич скорее всего он про глич рассказал и у нас начинается финальный босс менос самый противный босс в этой игре потому что у него атаки наносит гигантский урон и босс еще во второй фазе пускает неприятных противников которых с рпг задеть достаточно сложно потому что рпг по сути пускает projectile а там враги могут сверху снизу летать на первой фазе ничего сложного надо просто отклоняться от атак от этих мячей выходящих и не попасться под газ плюс надо еще найти место в котором ты можешь попрыгивать и чтобы сразу дожить мячи при этом не получив урона от его задних лап ну он узнает точно место наиболее так оптимальное для атаки антулоса в нем и стоит и началась вторая фаза приятная вот летают противники которые сразу треть хп сносят когда в вас влетают к счастью они хотя бы уничтожаются после этого а босс босса в общем он просто стреляет две точки босса он начинает с верхней диагону очень сейчас везет я удивлен что на него не налетают эти противники обычно их здесь очень много до трех бывает прям очень везет так осталось коленку добить и скоро у нас будет время босс слишком как-то себя пассивно ведет я удивлен это время нет я имею в виду бэкдэш канцел упал да он стоит в утром бэкдэш диагон говорит это время не 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 спрашивайте я говорю про бэкдэш канцел бэкдэш с языка у него сургалось так да чувствует уже кровоса и время да уже все стиммейт не понравились сейвы даже к счастью возможно он подкрутил что-то но мы это не знаем не знаем клапа да спамим клапу в чат это был диагон русскоязычный ранник я не знаю что я не знаю что-то что-то просто хорошего и по-другому правду по-другому маратону мы продолжаем говорить ничего не хочется просто желаю всем удачи нам чтобы ранг был кум с нисходителем И говорят, что вот на спидронкоме можете на много ранов посмотреть и дискорд у них там есть Ну у этой игры нет, а вообще у кастоза немного ранов и раннеров Ну да, он пошел по старому рауту и у него ПБшка со старым раутом, он в принципе не бегает снова, потому что это сливка ему не нравится Я думаю, Диагон сейчас зайдет, но возможно у него все равно следующий игрокоменте, тоже замечательно